Всем привет! С вами я Роман и сегодня ко мне на обзор попал вот такой вот наборчик. Это модель американского самолета-торпедоносца PBJ-1D в масштабе 1,72. Он же морская модификация самолета многофункционального, ну хотя он больше использовался как средний бомбардировщик, самолета B-25. Итак, что мы видим? Ну вот такой вот довольно прикольный бокс-арт с нашим самолетом B-25 Mitchell, с его морской модификацией. Вот здесь видим бомба подвешена на внешней подвеске, так как не помещается в бомболюк. Ну и тут какое-то судно японское внизу изображено. Бокс-арт довольно приятный, интересный. Ну, как видим, старая эталовская коробка. Тут такой, скажем, у нее ламповый дизайн. Вот. Далее у нас тут идет описание самолета на многих языках. Русский среди них отсутствует. Ну и на обратной стороне упаковки вариант окраски и нанесения декалей. Вот такой вот дается. Так. Посмотрим, что у нас лежит внутри. Здесь мы, как всегда, начнем по традиции с инструкции. Стандартная вот такая вот инструкция. Вот это легераскладушка. Здесь, опять же, краткая историческая справка на нескольких языках. Далее у нас здесь расписаны меры предосторожности. Далее схема расположения деталей на литниках. Вот такая вот идет. Ну и далее. А, вот такая вот цветовая схема с привязкой к краскам Model Master. Ну и далее схема сборки. Вот такая вот. Вот так она выглядит. Ну и... Как видим, в конце вот такая вот схема окраски и нанесения декалей на два варианта. Отличаются, по сути, только декалями. Все остальное вроде как то же самое. Далее декаль у нас вот такая вот идет. Видим, хорошая, не пожелтевшая практически. Вот. Так, это что касается основного. Далее переходим к пластику. Так, ну эту модель покупал с рук, поэтому кое-какие детали здесь лежат отдельно в пакете. Начнем по традиции с остекления. Остекление у нас... Вот такое вот. И... Вот такое вот. Ну, видим, переплет тоненький. Ну, модель родом из 80-х. Хотя от этого хуже. Она особо не стала. Так. Здесь видим отвалившиеся детали. Воздушный винт. Вот такой вот. И гондола двигателя. Ну, крой здесь, видим, внешний. Ну, опять же, у Итала, особенно у старого, один плюс. Очень мягкий пластик, поэтому его очень легко кроить. Далее у нас вот такой вот литник, который отличает италовский B25 от PBJ1D. Это у нас здесь, видим, бортовые батареи. Летник. Ну, литник этот, детали бомбы. Вот такая вот конус чего-то там, судя по всему, радара. Ну, и имитация бомбового отсека. В остальном, в принципе, только вот это отличает его от обычного B25. Так, далее, первый литник. Здесь у нас элементы хвостового оперения. Видим, крой весь внешний. Далее у нас половинка фюзеляжа, двигатель, гондола двигателя, капоты двигателей. Так, и, я так понимаю, нижние части крыла. Видим, здесь даже имитация фактуры полотна присутствует на ролевых поверхностях. С обратной стороны видим, что внутренняя проработка здесь как-то игровая отсутствует, но набор от этого хуже особо не выглядит. Так, ну и последний литник. Здесь мы видим верхние части крыла присутствуют. Движки, шасси, вторая полынка фюзеляжа, две гондолы двигателя, ну и куча-куча всякой мелочевки. Все, в принципе, сделано довольно неплохо. Хорошо проработано. Модель, мне кажется, которая заслуживает внимания. Что можно сказать? Именно вот эту модификацию в 72-м масштабе, насколько я знаю, больше не делает никто. То есть, хотите собрать PBJ, собирайте вот эталовский. Есть еще вариант взять хороший RFX-овский B25 модификации CD и перепилить его. Но размер перепила там будет такой, что, наверное, ничего уже больше и не захочется. Вот, в остальном набор неплохой. Мне этот набор чисто внешне понравился. Думаю, у следующего обладателя займет неплохое место в коллекции. В общем, настоятельно рекомендую всем фанатам авиации, всем в 72-м масштабе времен, в 2-й мировой. Особенно тем, которые не боятся уходить в долгие запилы, в переделки, в доработки. На этом будем заканчивать. Спасибо, что смотрели это видео. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайк внизу. Подписывайтесь на канал, если вы еще не сделали. Вступайте в группу ВКонтакте. Если необходимые ссылочки, я оставлю внизу в описании. Всем удачи, всем пока. Спасибо.